Приветствую всех в эфире «Наше время» в студии Сакена и Мужзаев. Здравствуйте. Далее о главных событиях этой пятницы. Армия РФ продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины. Россияне ударили по отделениям почты в Донецкой и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые. В конце октября северокорейские военные будут задействованы Кремлем на фронте, отмечают в украинской разведке. Президент Зеленский говорит об очевидной эскалации со стороны России против Украины. Армата! 125 боев с начала суток на передовой. Возле населенных пунктов Селидова и Промень российские оккупанты меняют тактику штурмов, но все их попытки безрезультатны. Сейчас он пробует привлекать технику, пеший порядок и использовать такой вид транспорта, как мотоциклы, багги. Но все равно есть хитрости, которые эти средства останавливают и уничтожают. Отказался от высокооплачиваемой работы ради защиты Украины. Как американский морпех родом из Китая, завершив службу, начал разрабатывать БПЛА на основе искусственного интеллекта для БСУ. На службе я использовал свои навыки как технарь. Я работал в Эппл как технарь. Я служил в морской пехоте как технарь. Поэтому я помогаю Украине именно этими навыками. Российские войска снова обстреляли Херсон. Атаковали жилые кварталы. В центре города пожилой мужчина и его жена получили ранения, сообщает городская военная администрация. У женщины осколочные ранения ног, у мужчины контузия и черепно-мозговая травма. Три отделения Укрпошты подверглись атакам Российской Федерации. Как заявили в компании, вследствие обстрелов российской армии разрушены и повреждены два отделения в Курахово и Алексеево-Дружковке Донецкой области. Еще одно в городе Станиславе, это Херсонская область. В Укрпочте отметили, что сейчас идет восстановление отделений и они вскоре продолжат работу. Несмотря ни на что, Укрпочта работает и оказывает услуги людям в самых сложных ситуациях в городах и селах. Безграничная благодарность команде, которая это делает. Надеюсь, скоро будет возможность посетить каждый из этих городов, чтобы лично поблагодарить за работу. А мы пока, конечно, готовим все возможные средства защиты. Игорь Смелянский, гендиректор акционерного общества Укрпочта в Телеграм. Пятеро мирных жителей стали жертвами атак российской армии в Донецкой области 24 октября. Три человека погибли в Покровском районе и два в Краматорском. На месте трагедии в Алексеево-Дружковке, где россияне ударили ракетой по отделению новой почты, побывала наша съемочная группа. Полностью выгоревшее здание, в котором находилось отделение новой почты и несколько торговых точек – это результат вчерашнего российского обстрела небольшого населенного пункта Алексеево-Дружковка. Эту часть города местные жители называют центром. Здесь всегда находилось большое количество людей. Вчера не удалось спастись в результате российского обстрела двум братьям. И один из них был сотрудником новой почты. Юрий живет недалеко от эпицентра удара. Говорит, после обстрела на месте сразу начался пожар. Пострадавшим пытались помочь все – и местные жители, и спасатели. Плачу взрыв, а у меня тут племянник. Смотрю взрыв, а у меня здесь и племянник, и невестка Юлия работала на почте. Я бегом сюда, подскочил на машине, а здесь все горит. А там ребята кричат – помогите, а никто зайти не может из-за пламени. Ну видите, одна, вторая, третья машина, а в них же бензин, газ. Братья были, да, говорят. Два родных брата было, да. Погибшим было 19 и 21 год. Местные до сих пор не могут поверить, что молодым людям спастись не удалось. Говорят, ребята всегда помогали пенсионерам во всём. Я ходила к нему на новую почту. Погибли два брата. Вы знали, да, приходили? Конечно. Конечно, мы же здесь всё получали, они же работали до шести. Такие хорошие ребята вообще. От ударной волны дома на двух улицах посёлка посечены осколками. У Ирины в доме ни единого уцелевшего окна. Сидя на кровати в холодном помещении, женщина не знает, что делать дальше. Я там в кухне была. И взрывы. Вы куда-то прятались? Нет, я в кухне была. В кухне были? Да. Ну, в сходе. Напугались? Да. На месте обстрела и сейчас работают коммунальные службы. Восстанавливают повреждённую линию электропередач. А пострадавшие работники почты пытаются вынести из отделения всё, что уцелело после пожара. Вблизи сгоревшего здания находится специальное укрытие. Местные говорят, что во время обстрелов прятались именно здесь. Оно, пожалуй, единственное, что уцелело после массированной российской атаки. Кроме здания, где находилось отделение новой почты и торговые точки, полностью уничтожено здание поселкового совета, а также десятки жилых частных домов. Алена Грамова, Евгений Кармазин, Александр Колычев из Донецкой области. Для телеканала Freedom. Продолжаем выпуск. По данным украинской разведки, в последних числах октября северокорейские военные будут задействованы Россией на фронте. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, где заслушал доклад главкома Сырского. Глава украинского государства подчеркнул, что это очевидная эскалация России, в отличие от той дезинформации, которая распространялась в Казани в эти дни. Там, напомню, прошел саммит Брикс, на котором Путин сделал несколько заявлений о якобы готовности к переговорам. Однако он даже не пытался опровергнуть информацию об отправке северокорейских войск на фронт. Мир может четко увидеть, чего действительно хочет Россия, и это продолжение войны. Именно поэтому необходима принципиальная и сильная реакция мировых лидеров. Фактическое вовлечение Северной Кореи в боевые действия должно получить ответ не в виде закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян для соблюдения устава ООН и наказания за эскалацию. Владимир Зеленский, президент Украины и сообщение в Телеграм. Привлечение войск Северной Кореи к российской агрессии против Украины – это серьезное нарушение международного права, включая устав ООН. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя Евросоюза и подчеркивается, что европейская безопасность тесно связана с безопасностью Индотихоокеанского региона. Это был бы односторонний враждебный акт со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности. Это событие также еще раз демонстрирует, как Россия распространяет нестабильность и рост напряженности в регионе и во всем мире. Поддержка агрессивной войны России против Украины со стороны Северной Кореи показывает, как тесно европейская безопасность связана с безопасностью Индотихоокеанского региона. Европейский Союз будет координировать свои действия с международными партнерами по этому вопросу, включая меры реагирования. Жозеп Боррель – Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Напомню, первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий. Наслаживание северокорейских солдат, которых Российская Федерация намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель. Об этом сообщили в украинской разведке. О какой численности военных из КНДР и о каком направлении фронта идет речь, смотрите в материале моей коллеги Валерии Никипеловой. Подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке страны-агрессора, сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной обороны и безопасности Украины. Отправленным пьяньяном солдатам предоставляют амуницию, постель, зимнюю одежду и обувь, средства гигиены. На российских полигонах северокорейских солдат обучают использованию военной техники, в частности, беспилотных систем. По оценкам российских инструкторов, северокорейские военные обладают отличным физическим и моральным духом, но им не хватает понимания современных боевых действий, таких как атаки беспилотниками. Поэтому может быть много жертв, если они будут развернуты на линии фронта. За каждого военного Россия платит около 2000 долларов в месяц, пишет информационно агентство Юнхаб. При этом средняя месячная зарплата в КНДР по состоянию на 2022 год составляла от 1 до 3 долларов. Вероятно, большая часть российских денег не доходит до северокорейских военных и их семей, а остается у властей КНДР, которые скрывают от собственного населения переброску военных в Россию. Есть признаки того, что власти Северной Кореи перемещают и изолируют семьи военных в определенном месте, чтобы эффективно контролировать их и тщательно пресекать слухи. Пхеньян планирует подготовить около 12 тысяч северокорейских военнослужащих к ноябрю. Часть из них Москва уже отправила под Курск, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Через некоторое время Россия планирует привлечь северокорейских солдат к боям на направлениях Мартыновка, а также Ново-Ивановка, Малая Локня, говорят в Центре противодействия дезинформации. Силы обороны Украины контролируют часть Курской области уже более двух с половиной месяцев. Армия страны-агрессора не единожды предпринимала попытки вытеснить ВСУ из региона, безуспешно в том числе из-за нехватки личного состава. Теперь Кремль пытается увеличить свои силы в Курской области за счет северокорейских военных, замаскированных под Бурят и Якутов. Силы, вероятно, слишком малы, чтобы переломить ход войны, поскольку Россию нужно будет удвоить свой 50-тысячный контингент под Курском, чтобы вытеснить украинские войска и провести новую волну мобилизации, чтобы достичь больших успехов вдоль линии Украинского фронта. Северокорейское подкрепление приходит на фоне признаков того, что Россия пытается пополнить свои силы в условиях огромных потерь в Украине, которые, по оценкам западных официальных лиц, составляют более 600 тысяч убитыми и ранеными. Из публикации Financial Times. Как только солдаты из КНДР будут задействованы в боевых действиях против Украины, они станут для ВСУ легитимными целями, отметили в Белом доме. Если они действительно будут участвовать в войне против Украины, они законные цели, законные военные цели. И украинские военные будут защищаться от северокорейских военных таким же образом, как они защищаются от российских. Военные из КНДР не должны бессмысленно умирать на чужой земле. Такое сообщение на корейском языке появилось на интернет-платформах проекта под добровольной сдачей в украинский плен «Хочу жить». Там напомнили, что Украина исполняет нормы международного гуманитарного права независимо от национальности, вероисповедания и идеологических взглядов пленных солдат. Отчаянием России назвали в Пентагоне отправку северокорейских войск на войну России против Украины. По словам заместителя спикера Пентагона Сабрины Синг, Соединенным Штатам известно об отправке около трех тысяч солдат КНДР в Россию. Если они примут участие в боевых действиях, это докажет, что Путин не достиг своих стратегических целей на фронте. Мы видели доказательства того, что войска КНДР вошли в Россию. Что именно они делают, пока не ясно, но мы, безусловно, продолжим наблюдение. Это действительно подчеркивает отчаяние России. Если они когда-либо вступят в бой, я думаю, это докажет, что Путин не справился со своими стратегическими целями на поле боя. Армия РФ продолжает нести колоссальные потери и военных, и техники. В ИСУ показали так называемую «дорогу смерти» в Курской области. Она устлана уничтоженной российской техникой. Подробнее об этом, а также об общей ситуации на передовой в нашем сюжете. С начала суток на передовой произошло уже 125 боев. Больше всего российских штурмов на Покровском направлении отмечают в Генштабе Вооруженных сил Украины. Основные усилия оккупантов сконцентрированы возле населенных пунктов Селидова и Промень. Украинские защитники говорят, на этом участке противник постоянно пытается менять тактику штурмов, но все его попытки безрезультатны. Сначала он наступал только в пешем порядке, затем он пытался наступать, используя технику и пехоту параллельно. После он попытался наступать только с помощью техники. Сейчас он пробует привлекать технику, пеший порядок и использовать такой вид транспорта, как мотоциклы, багги, за счет того, что у них большая скорость и дроном трудно их догнать. Но все равно есть хитрости, которые эти средства останавливают и уничтожают. На Краматорском участке украинские войска успешно отразили российские штормы в районе населенного пункта Часовьяр Донецкой области. Противник пытался наступать и в районе Грековки Луганской области, а также Голубовки и Вишневого Харьковской области. Пограничники на Краматорском участке уничтожили два полевых склада боеприпасов оккупантов, пункт управления дронами и личный состав захватчиков. А бойцы 409-го батальона – два зенитно-ракетных комплекса «Россиян». Воины 108-й бригады уничтожили очередную гаубицу «Россиян» в контрбатарейном сражении. Дуэль состоялась между нашей 100-мм пушкой и российской 152-мм гаубицей. Контрбатарейная борьба – настоящая игра нервов для артиллеристов. Нужен обнаружить вражескую пушку и ударить первым, пока она не ударила по тебе. И боги войны 108-й бригады ВСУ сделали это блестяще. Охота на оккупантов продолжается. И сообщение при службе 108-й бригады сил территориальной обороны ВСУ – Фейсбук. А десантники показали так называемую «дорогу смерти» в Курской области, которая устлана уничтоженной техникой россиян. Дорога смерти в Курской области – это путь, усланный уничтоженной вражеской техникой. Это выгоревший след, который оставил враг, терпя поражение. Подразделения Вооруженных сил Украины методично стирали военную технику противника с лица земли, оставляя только пожарища и обломки от так называемой второй армии мира. Наибольшее количество техники потеряла печально известная 155-я бригада морской пехоты. Из сообщения отделения коммуникаций 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Телеграм. Заявление Путина о якобы окружении украинских войск в Курской области – это откровенная дезинформация, которая не соответствует действительности. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ. Александр Сырский подчеркнул, вооруженные силы Украины продолжают активные боевые действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал российских захватчиков. Несмотря на сильное давление противника на Курском направлении, россияне несут существенные потери в личном составе и военной технике. В частности, начиная с 8 августа по настоящее время российские войска на этом участке фронта потеряли 17 819 человек личного состава. Благодарю украинских воинов за стойкость, выдержку и настоящее мужество, которое вы демонстрируете нашему исконному, коварному врагу на всех участках и направлениях фронта. Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Общие потери армии и страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения уже превысили 685 тысяч человек. За сутки было ликвидировано 1630 российских солдат, уничтожены 7 танков, 33 бронемашины, 34 артиллерийские системы и десятки единиц другой техники противника. Визит генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша в Россию является дискредитацией всей организации. Об этом заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмелиты Нильсен. Она выразила удивление тем фактом, что Гутерреш приехал в Россию, несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. А институты, защищающие западные ценности, не выполняют эти функции, хотя именно они должны останавливать агрессию и диктаторов. Очевидно, что и Путин, и Лукашенко используют визит Антонио Гутерреша в своей пропаганде. Такой чиновник, как генеральный секретарь ООН, должен понимать, каким подарком объятия с диктаторами, развязавшими войну, являются не только для Путина и Лукашенко, но и всех диктаторов мира. Поэтому этот визит ни в коем случае нельзя назвать защитой демократии. Это дискредитация всей ООН. Виктория Чмилита Нильсен, спикер Сейма Литвы в комментарии Эльта. Казахстан отказывается помогать России обходить санкции и укрепляет свои отношения с Европейским Союзом, сосредоточившись на расширении транскаспийского международного транспортного маршрута. Как отметил замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в интервью польскому агентству ПАП, этот маршрут будет использоваться не только для перевозки традиционных грузов, но и зеленой энергии. Тем временем Кремль усиливает давление на Казахстан, в том числе за отказ вступления в БРИКС. Детальнее в нашем материале. Опасаясь вторичных санкций, власти Казахстана выступают против того, чтобы Россия использовала территорию страны для обхода международных санкций, заявил заместитель главы МИД республики Роман Василенко. Наши позиции известны и понятны всем, кто заинтересован в этой ситуации как на Западе, так и в России. Мы ведем диалог с ЕС по вопросам, связанным с санкциями. Мы принимаем меры для того, чтобы такого обхода санкций не происходило, поскольку мы не хотим, чтобы наши компании подвергались так называемым вторичным санкциям. Роман Василенко, заместитель министра иностранных дел Казахстана, в интервью польскому агентству ПАП. Позиция Казахстана касательно санкций в отношении России с начала полномасштабного вторжения России в Украину не менялась. Астана неоднократно заявляла, что не намерена нарушать наложенные на Россию ограничения. А это довольно сложно, учитывая нахождение в едином таможенном пространстве с Россией в рамках Евразийского экономического союза. В случае нарушения санкций под удар могут попасть казахстанские компании. По словам заместителя премьер-министра Казахстана Сирика Жумангарина, некоторые из мер, направленных на ограничение доступа России к товарам, непропорционально навредили Казахстану. Казахстан стал крупным хабом по ввозу товаров в Россию после того, как западные компании покинули российский рынок. А банковские санкции ограничили возможности проводить платежи в главных мировых валютах. Однако в апреле прошлого года казахстанские власти ужесточили контроль над передвижением товаров через границу ЕАЭС, Евразийского экономического союза. А в октябре ввели запрет на экспорт в Россию 106 видов подсанкционной продукции. Весной этого года российский бизнес начал испытывать сложности в казахстанских банках. К концу лета эти сложности усугубились. Из статьи издания The Moscow Times. Стараясь не портить отношения с Европой, Казахстан отказался присоединяться к БРИКС, куда страну настойчиво приглашали. Почти сразу после отказа Кремль ввел ограничения против Астаны. В Россельхознадзоре запретили ввозить в Казахстан ряд сельхозпродуктов. Такое решение объясняют якобы фитосанитарной безопасностью. Но эксперты предполагают, что это знакомая схема торгового шантажа Кремля. Это идет большая война, это идет принуждение бывших стран Советского Союза, бывших республик, которые сейчас стали независимыми странами. И россияне ни на минуту не оставляют это и используют самые различные методы. Один из них это вот точно так же давить экономически, препятствовать экономическому развитию и подвязывать к себе. На сегодня основными инициаторами санкций в отношении России являются страны Запада, в частности Европейский Союз, США, Великобритания и их союзники. Ограничения охватывают разные сферы, от финансовой системы до энергетики и обороны промышленности. Под санкции попали физические лица и компании, поддерживающие кремлевский режим. А ограничительные меры коснулись нефти и газа. Таким образом сократились доходы страны, которые идут на финансирование агрессии против Украины. Кстати, сегодня в Казахстане большой праздник, День Республики Казахстан. Поздравляем всех наших зрителей в Казахстане, которые верят в нас и переживают за нас. К следующей теме. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Антони Блинкин провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана, а также с министром иностранных дел Иордании. С лидерами арабских стран Блинкин встретился в Лондоне, прежде чем вернуться в Соединенные Штаты после поездки на Ближний Восток. Говорили о поиске дипломатического решения по ситуации в Ливане, в южных районах которого Израиль начал наземную операцию против группировки Хезбалла. Напомню, в рамках своего турне госсекретарь США посетил также Израиль, Саудовскую Аравию и Катар. На этой неделе мы провели очень хорошие и важные беседы, в том числе сегодня утром говорили о прекращении войны в Газе и определении пути для дальнейших действий. И эти беседы будут продолжаться, но я думаю, что это момент важности и срочности, которым мы стараемся воспользоваться. Индия и Германия хотят сблизить свои армии. Об этом заявил немецкий канцлер во время визита в Нью-Дели. По словам Олафа Шольца, более тесное сотрудничество в сфере обороны страны обсудят во время межправительственных консультаций. Это уже третий визит Шольца в Индию после того, как он стал канцлером в 2021 году. Крупный немецкий оборонный концерн передал еще 20 боевых машин пехоты «Мардер» вооруженным силам Украины. Как сообщили в компании, процесс передачи завершен в конце третьего квартала 2024 года. Таким образом, общее количество боевых машин, предоставленных Украине, достигло уже 200 единиц. Значительная часть из них именно БМП «Мардер». Первую партию этих БМП немецкий концерн передал Украине в марте прошлого года. «Мардер» — одна из самых проверенных систем вооружения такого рода в мире. Она была разработана для «Бундесферы» и до сих пор в некоторой степени там используется. За эти годы она несколько раз модернизировалась, а ее боевые характеристики улучшились. В то же время «Пума» была введена в состав «Бундесфера», где она постепенно заменяет «Мардер» в армии. Более 300 новейших БМП в настоящее время используются немецкими вооруженными силами. Версия «Мардер-1А3», поставляемая «Райн Метал» в Украину, оснащена дополнительными лазерными дальномерами для эффективного и точного поражения целей. Из сообщения пресс-службы «Райн Метал». Отказался от работы в «Эппл» ради защиты Украины. Наши журналисты пообщались с американским морпехом, родом из Китая, который по контракту служил в Украинском интернациональном легионе. Завершив службу, он решил остаться в Украине и вместе с другом разрабатывать различные технологии на основе искусственного интеллекта для вооруженных сил Украины. Все подробности в нашем материале. Эту татуировку я набил где-то полтора года назад в Лос-Анджелесе. На правой руке американского морпеха татуировка «Герб Украины». С 2014 года Атикус следил за событиями, казалось бы, в чужой стране. Мужчина говорит, ситуация не могла оставить его безразличным, и сейчас он уже чувствует себя украинцем. Это ощущение какой-то связи. Ситуацию в Украине я воспринимаю лично. Когда эта война началась, я помню, как однажды смотрел новости и начал рыдать. Прямо в офисе Apple. Коллеги спрашивали, что у меня случилось. Я показал им эти видео. Атикус родился в небольшом поселении в северо-восточной части Китая. По его словам, в родной стране он не ощущал себя свободным. В 2008-м я хотел поехать к моему другу в одной из провинций Китая, и мне запретили жить в местной гостинице, потому что в моем паспорте не было написано, что я из этой провинции. Меня стали спрашивать, зачем ты сюда приехал. Я ответил, что приехал к другу, и с меня начали требовать доказательства. В этом я и чувствую связь с украинцами, которые страдают от диктатуры со стороны России. Я точно так же страдал в Китае. С 2014 года, находясь в Китае, Атикус вносил свой вклад в борьбу с российской пропагандой. Он создал свой блог на Ютубе, а также пытался донести своим знакомым правду о том, что происходит в Украине. Это как белое и черное. Россия напала на Украину. Россия начала войну. Я знаю, что об этом есть много неправдивой информации, особенно в Китае. Люди в соцсетях часто поддерживают Россию и Путина. И с 2014 года я много раз ссорился по этому поводу со своими друзьями в Китае. Но это ведь так очевидно. Если у тебя есть базовая правдивая информация, ты запросто поймешь, кто прав, а кто нет. Путин сказал, мы пытаемся побороть нацистов в Украине. Но где они? Я здесь уже полгода. Я их никогда не встречал. Он говорит, мы пытаемся защитить себя от расширения НАТО. Но, бро, НАТО пока не здесь. НАТО уже с другой стороны твоей границы. В Финляндии обступила в НАТО. И что ты сделал? Ты не сделал ничего. Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Атикус находился в Шанхае. Вскоре он получил предложение по работе от компании Apple и переехал в Калифорнию. Но не смог там долго работать, потому что хотел уже лично сделать вклад в борьбу за свободу Украины. Поэтому Атикус вступил в интернациональный легион. На службе я использовал свои навыки как технарь. Я работал в Apple как технарь. Я служил в морской пехоте как технарь. Поэтому я помогаю Украине именно этими навыками. Сейчас его контракт закончился, но Атикус не спешит покидать Украину вместе со своим другом. Они разрабатывают технические решения на основе искусственного интеллекта, которые можно будет использовать в украинской армии. Атикус знает потребности военных изнутри, а его друг с десятилетним опытом разработок придумывает, как решить ту или иную задачу. Главная цель их разработок – защита жизни личного состава. С этой технологией солдату не нужно будет заходить в опасную зону, потому что у нас есть удаленный контроль. Зачем человеку делать ту работу, которую может сделать робот? Робот может выполнять задачи лучше, чем человек, который к тому же в состоянии стресса. Нам нужны люди, чтобы внедрять такие технологии, вместо того, чтобы люди находились в опасных условиях. Моя мотивация в том, что я понимаю, что происходит в Украине. Я хочу сохранять жизни защитников Украины. Я не могу сказать им, не идите на поле боя, нет, они там нужны. Но ведь я могу предложить, чтобы людей заменили роботы. Атикус и его напарник Ван работают параллельно над несколькими технологиями, которые могут улучшить не только управление беспилотниками, но и использоваться во многих других сферах в армии. Мы можем предложить технологию, которая сможет автоматически переключать радиочастоты, чтобы их не мог заглушить противник. Это работает примерно как удаленный контроль в машине. Каждый раз используется криптография, которая меняет пароль доступа. Если вам нужно, чтобы дрон остановился в определенном месте, вам нужно постоянно его контролировать, поправлять позицию, высоту полета. Но мы делаем что-то вроде круиз-контроля, как в машине. Мы хотим сделать так, чтобы контроль дрона был таким же простым, как в видеоигре. В видеоигре все просто, но в реальной жизни много физических факторов, вроде порывов ветра. Пока что разработки в процессе «Атикус Иван» говорят, их планируют передать украинским военным бесплатно. Ксения Осетинская, Никита Бабенко из Одессы для телеканала «Фридом». Новый мировой рекорд от украинского пожарного на чемпионате мира спасателей, который проходит в США Александр Баран вместе с коллегами из Литвы, Норвегии, Германии и Словении, пробежал эстафету с лучшим результатом – 1 минута 13 секунд. Как отметили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям, соревнования проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, и требуют соответствующей физической подготовки и мастерства. В частности, пожарные в полной амуниции поднимаются на пятиэтажную башню, преодолевая ряд препятствий на своем пути. Напомню, накануне Александр Баран вместе с коллегой из Флориды установил мировой рекорд в эстафете-тандеме. Важные новости также узнавайте на телеграм-канале Freedom. Наши коллеги оперативно реагируют на события, публикуют актуальные материалы. Сканируйте код, он сейчас на ваших экранах. Переходите по ссылке, добавляйте страницу в избранное и читайте нас. Что ж, на этом выпуск новостей. Наше время подходит к концу. Через считанные минуты мы с вами вновь увидимся и продолжим прямой эфир на телеканале Freedom.